Книга «Открытым оком», 2-й том, вопрос 674, тема «Святая Библия». «Где же найти доказательства достоверности Библии?» Отвечает Игнатий Тихоныч-Лапкин. Самое лучшее доказательство находится в самой Библии. Вот только несколько мест. Исайя 1 глава 2 стих. «Слушайте, небеса, и внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». 2 Тимофей 3,16. «Все Писание Бога духовновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». В Библии встречается словосочетание. Так говорит Господь. Около 460 раз в разных вариантах. Если это не вызывает доверия, то человек должен сказать, что Бог обманщик и лжец. 1 Иоанна 5,10. «Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самому, но неверующий Бога представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Мы имеем перевод Нового Завета Синайского манускрипта. Происхождение его следующее. В 1841 году немецкий исследователь и путешественник Константин Тишендорф буквально из печи вырвал свитки этого манускрипта, сжигаемые монахами, как дрова. Синайский полуостров находился в то время под протекторатом России, и он сделал этот царский подарок русскому царю. В 1936 году советское правительство продало этот манускрипт за 500 тысяч долларов Британскому музею. Есть неполные списки Нового Завета, относящиеся к 135 году, «Но эти сведения уже для гурманов. Лучшие доказательства мы находим внутри себя. Моя душа признает в Слове Божьем голос своего Создателя». Иоанн 10 глава 5 стих. «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Подобие этому в небольшом рассказе. У одинокой матери цыгане похитили ребенка. Горею не было конца. Трехлетняя девочка была ее надеждой. Она скрашивала ее одиночество. Через пять лет случилось следующее. Прибежавшая с базара соседка и выпалила. «Я видела твою Настю у цыган, которые приезжают через город». Табор был остановлен. Дело передали в суд. Никакого анализа крови тогда еще не придумали. И судья вынес следующее решение. Отдать ребенка ее действительной матери на месяц. А если ребенок не признает свою мать, то снова вернуть ее цыганам. Мы можем только слабо представить мучение матери. Она накупила игрушек. Она ни на минуту не отходила от своего сокровища. Но девочка время от времени спрашивала. «А когда мы пойдем к моей маме?» Для нее мамой была эта грязная цыганка. Но уступил последний день. Мать находилась в другой комнате. А девочка меланхолично перебирала игрушки. Мать, захлебываясь слезами горькими, помолилась и запела колыбельную песню, которую она пела когда-то над колыбелью своей единственной, своего лазаревого цветочка и своей последней надеждой. Она еще не кончила петь, как девочка с криком «Мама!» бросилась к ней на шею. Дьявол похитил доверие людей к Богу. И люди забыли голос своего Отца Небесного. Нужно, чтобы мать церковь молилась об этом. И забытый голос Создателя, голос сладчайшего Иисуса, нашел отзвук, заваленный грехами душе. В этом и заключается подвиг, не требующий никаких доказательств, как у этой девочки. Я верю, мне больше ничего не надо. Я чувствую, что это Слово Божие, и я молюсь, и оно мне отвечает. Иоанна 3,36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Каждая душа в своем первозданном состоянии, как говорит Тертулиан, по природе своей является христианкой. Язычество похитило ее, и теперь от человека зависит, позволит ли он Духу Святому ударить по тем струнам души, которые еще не перержавели от греха. Стих. Автор неизвестен.